Всем привет! Наконец-то дошли руки снять для вас несколько видео вот с этой вот замечательной машиной Tesla Model Y Performance. И тематика этих видео будет касаться запаса хода, то есть реального запаса хода. Насколько хватает, так скажем, заряда этого автомобиля в реальной жизни. Я уже записывал небольшое видео с этим автомобилем зимой, то есть по ссылке в описании можно пройти и посмотреть этот видеоролик, где я рассказываю и показываю, насколько в реальности хватает запаса хода у этого автомобиля зимой. Там мы, по-моему, снимали, была температура где-то минус 10 градусов. В этот раз я хочу снять как минимум два ролика. Первый из них это будет езда по трассе. Мы с вами посмотрим, насколько реально хватает запаса хода машины летом по трассе. Но тут такой момент, что я буду ехать, грубо говоря, в том режиме, в котором я езжу на автомобиле ДВС. То есть я не буду абсолютно экономить. То есть есть, конечно, люди, которые там проезжают по 400-500 километров. Ну, это, так скажем, ерунда, можно так сказать. Потому что в реальности запас хода, конечно же, меньше. То есть если ни на чем не экономить, а реально пользоваться автомобилем так же, как и автомобилем с ДВС, то запаса хода будет хватать значительно меньше. Поедем мы с вами на дачу. Дача у меня находится, вот если от дома до дома, то это примерно 150-160 километров. Вот. Это будет, скорее всего, платная трасса Москва-Питер. Поэтому мы поедем в рамках правил дорожного движения. Но экономить ничего не будем. То есть будем ехать на максимуме. То есть максимальная возможная скорость по городу разрешенная. И также по платной трассе. Ну, например, по платной трассе, если разрешено 110, мы поедем, например, 129. Если разрешено 130, мы поедем 149. То есть чтобы было без штрафов в рамках вот этой вот погрешности до штрафов. В общем, это будет первый ролик. То есть мы с вами посмотрим, как машины ведят себя на трассе. А второй ролик будет потом, попозже, это будет касаться города. То есть сколько у нас хватит с вами запаса хода по городу в режиме каждодневной езды. С пробками, со стоянками, со всей вот этой ерундой. То есть в ближайшее время я поеду на дачу. И поэтому зарядим с вами автомобиль до 100%. И посмотрим, насколько нам хватит заряда. Ну что, в общем, я поехал немного покатаюсь по делам. И после этого нужно будет поехать зарядить машину на 100%. И после этого уже поеду на дачу. И посмотрим уже, какой будет запас хода реальный. Что могу сказать? Вообще, конечно, обязательно нужно иметь розетку дома. Я вот не устану это повторять. В каждом ролике говорю об этом. Потому что это, конечно, реально полный кошмар. Вот эта вот езда на эти зарядки. Это крайне неудобно. И поэтому, покупая любой электромобиль, то есть перед покупкой любого электромобиля, не обязательно Теслы, обязательно нужно сначала понять, где вы будете заряжать его. То есть, если вы не знаете, то лучше даже не думать о покупке электромобиля. Ну, только если у вас, наверное, куча свободного времени и совсем делать нечего. А вот так вот зависеть от машины, это, конечно, крайне неудобно. Вот у меня, например, нету дома зарядки, и это просто кошмар. Но у меня есть бензиновая машина, и поэтому, ну, точнее, дизельная. И поэтому, если у меня машина не заряжена эта, то я могу спокойно поехать на своем X5. Вот. А вот как одну машину электрическую иметь, то это обязательно нужна зарядка. По-другому никак. Даже если вы никуда не уезжаете из Москвы, то есть, ездите только по городу, то все равно нужна своя зарядка. Потому что, ну, вот, например, я ездил, тут недавно у меня оставался запас хода, там, ну, 30% батарейки. И я знаю, что мне вот завтра нужно достаточно много ездить, и мне вряд ли хватит 30%. И поэтому, перед тем, как ехать домой, мне пришлось там заехать и, так скажем, дозалить немножко процентов, там, 30% я дозалил до 60%. И я на это потратил там лишних 30 минут. То есть, вместо того, чтобы поехать домой и воткнуть в розетку машину на ночь, да, мне приходится куда-то ехать, терять свое время и вот это вот заправляться, заряжаться. А еще может быть такая ерунда, что зарядка занята. То есть, это вообще кошмар. То есть, надо ехать на другую и тому подобное. В общем, потеря времени довольно значительно идет. Подъезжаю к зарядке, надеюсь, надеюсь, она будет работать. Ну что, в общем, зарядка работает. Хотя приложение 2Chargers показывало, что она почему-то не работает. Но так как я был рядом, я решил проверить. И с ней все хорошо. В общем, поставил заряжаться до 100%. И, соответственно, пока у меня 47% и остаток... Значит, еще нам заряжется час. Короче, ждем. Заряжаюсь я по CCS. Сейчас покажу. Вот. Вот так вот. Заряжаюсь, короче, через переходничок. Заряжаюсь через переходник, соответственно. Машина у меня американская. И поэтому она спокойно может заряжаться и на Supercharger'е с Колково и вот через переходник CCS. То есть, никакие манипуляции я больше с машиной не делал. Просто купил переходник и все. А вот Европейки заряжаться не могут на Supercharger'е. Ну что, все, короче, зарядились. 100%. На самом деле, вот этот вот тест по поездке на дачу для меня по трассе для меня будет первый раз. Поэтому я реально тоже не знаю, насколько будет сильно расходоваться энергия при моей езде. Ну, так же, как я езжу на ДВС-машине. Поэтому, в общем, будет сюрприз. Что еще даже интереснее. В общем, посмотрим. Но на даче у меня нету никаких зарядок и тому подобное. Есть только обычная розетка 220. Если что-то работать не будет, то придется там где-то, наверное, искать какую-то станцию хотя бы обычную. Type 2 какой-нибудь, что-нибудь такое. Быстрых-то я точно думаю, что там нету. Ну, в общем, посмотрим по факту. Скажем так. Кстати, вот она пишет 98% и прогнозируемый запас хода 425. Ну, то есть, у меня в любом случае так не получится. То есть, даже близко. Это уже как по опыту, да? 425, это вообще нереальная цифра для меня какая-то. Это вот те, кто экономит, наверное, смогут столько проехать. Хотя я вообще не представляю, если честно. В общем, практически мы уже выехали на платную трассу и с последней зарядки мы проехали 41 километр. Это по Москве. Расход у нас, значит, составил 17%. Сейчас показывает 83% запас. Или 363 километра. В общем, едем дальше, будем наблюдать. Сейчас я вот скину только поездку 2, чтобы чтобы четко было понятно, сколько у нас потратилось энергии именно по трассе. Не в перемешку с городом. Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говорит о поднёме. что нет пути обратной, что ты не мой лапушок, а я не твой Андрейка, что у любви у нашей села. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну что, проехали мы 132 километра с начала нашей поездки. От последней зарядки и батарейка нам показывает еще остаток 49%. Сразу прошу прощения за шум. У этой машины с шумоизоляцией большие проблемы. Поэтому, что имеем, то и имеем. так, ребят, ну что, я в общем доехал. Что у нас получилось? У нас получилось остаток 39% или 168 километров. Типа. Но! То есть, мы проехали, получается, 159 километров с последней зарядки. И затратили на это 61%. Так, сейчас. Вот, получается, это вот поездка от последней зарядки. И поездка B это чисто по трассе. Средний расход примерно одинаков. Да? То есть, что получается? Получается то, что на 100% заряда нам хватит проехать 260 километров. Если взять среднее арифметическое, да, посчитать. То есть, если на 61% 159 километров нам хватило, то значит на 100% нам бы хватило максимум 260. Это в нормальном режиме с кондиционером. То есть, сейчас на улице 27 градусов. Получается. А то, что-то сейчас вообще 30 пишет. Это тоже стоит на улице. Когда ехали, показывал 27. То есть, с кондиционером. Ну и, как я уже говорил, с максимально разрешенной скоростью в пределах погрешности вот этой вот допустимой правилами дорожного движения. То есть, где было разрешено 110, я ехал где-то не больше 129, да. А там, где разрешено 130, я ехал не более 149, чтобы ехать без штрафов. В общем, картина такая. Но я еще попробую, когда поеду обратно, посмотрю, сколько будет. Ну, в принципе, ничего не изменится. А это вот, кстати, моя Жигули 73-го года. Две эпохи. Новая электричка и старый Жигули. Ну что, ребят, мне повезло. У меня розетка прямо под навесом. И все работает. Слава Богу. Я просто ни разу не пользовался этой зарядкой стандартной, тесловской. И ни разу не проверял. Поэтому вот решил проверить. Короче, я поставил сейчас ну, до 90 примерно процентов. Лимит зарядки 88 поставил. Сила тока вот у меня 10. Десятку поставил 10 ампер. и короче в такой такой комбинации у нас получается 18 часов она заряется. За 18 часов заряется до 88 процентов. Так что в принципе нормально. Чего, пусть стоит. Вот. К завтрашнему дню вы готовы. Ну что, заехали мы в Москву. В итоге проехали мы 115 километров. и батарейка у нас сейчас показывает остаток 50%. Ну что значит у нас получается. Когда ехали на дачу, то расход был достаточно приличный. И в итоге если посчитать чисто трассу не смешанный цикл, то получается, что запаса хода мне бы хватило на 270 километров. Ну да на самом деле не очень сильно отличается и от смешанного цикла. Там по-моему 260 получается километров. А если чистая трасса, то 270. А когда ехал обратно, то у меня получилось что запас хода составит 320 километров. То есть уже как бы результат получше. Хотя ехал я с одной скоростью примерно. Возможно это потому что туда я ехал была жара 27-28 градусов. А обратно я ехал было 23-24. Но в среднем в общем получается что запаса хватает на 300 километров. Если ехать в нормальном режиме как я езжу на автомобиле с ДВС то есть ничего не экономлю. То есть со всеми кондерами и так далее. То есть получается как-то так. То есть для меня электромобиль это конечно чисто городская машина. Ну плюс с возможностью съездить куда-то в ближайшее Подмосковье. Ну примерно до 100 километров. Вот. Ну плюс-минус. Что касается трассы то я бы конечно не поехал. Потому что это отнимает очень много времени эти зарядки. И нет в этом никакого смысла. То есть даже вот если я бы поехал в Питер то мне проще поехать на своем дизельном X5M у которого запас хода составляет на одном баке более тысячи километров. То есть я бы спокойно съездил например доехал бы до Питера и еще там у меня осталось достаточно топлива для того чтобы ездить по городу. Вот. А соответственно на Тесле мне пришлось бы как минимум три раза заряжаться. То есть это крайне неудобно. Конечно если у вас куча свободного времени то почему бы и нет. Некоторые ездят и в Крым и в Сочи но я бы точно не поехал потому что это бред какой-то. Конечно сейчас те кто ездит много для них ну по городу скажем так ездит много для них это выгодно потому что зарядки бесплатные парковки бесплатные налога нет платная трасса бесплатная то есть плюшки существуют особенно те кто живут вот где-нибудь например за городом по Ленинградке платная трасса съедает очень много денег если ездить каждый день туда-сюда вот поэтому какая-то экономическая выгода есть но но как только все станет это платным то получается что это уже будет какая-то ерунда и не особо все это будет выгодно только если вы будете заряжаться дома по ночному тарифу и все а все вот эти вот 20 рублей за киловатт как вот сейчас есть платные станции это вообще бред и абсурд это вообще экономически нецелесообразно это получается то же самое что заправлять бензиновую машину ну что в общем в общем на этом ролик будем заканчивать каждый уже конечно сам принимает решение как ему ездить как эксплуатировать данные автомобили вот ну а следующий ролик я запишу касательно запаса хода по городу по городу Москва со всеми ее пробками и так далее вот посмотрим тоже зарядимся до 100% и посмотрим что у нас так скажем получится все всем пока это стало по тебе